В основном люди ходят из Луганска за продуктами и получать пенсии. А это мне позвонили на той неделе в пятницу. Дедушка приедет пенсию и годовую. Вот это я поехал в пенсию получил. Днем на пункте пропуска сотни людей. Но боевиков это не останавливает. Они открывают огонь по украинским позициям. Наши вынуждены отстреливаться. Укрытие где? Где укрытие? Дайте валить. Свистят пули, люди падают на землю, военные прячутся в укрытии. Бойцы, говорят, обнаружили диверсионную группу боевиков. И они открыли огонь на поражение. Ложку не выходит, пацаны. Системки работают диверсанты. Были обнаружены в количестве трех человек. Видимо, по всему, или ставили свои, или снимали наши. Но, скорее всего, снимали наши растяжки, да? Бой длится недолго. Обычно диверсантов прикрывает снайпер. Поэтому высовываться из блиндажа категорически запрещено. А как близко подходит? Метро, если... Метро на 100, на 200. К счастью, в этот раз обошлось без жертв. И такие атаки противника здесь происходят регулярно. Украинские бойцы уверены, сейчас с ними воюют отнюдь не местные ополченцы. Работают военные, не дилетанты. Подсвечивают, корректируют, целеуказатели дают, бьют точечно. В ночное время боевики используют уже не только автоматы и пулеметы. В ход идет и запрещенные минскими договоренностями тяжелое вооружение. Как только стихают звуки взрывов и выстрелов, люди снова продолжают идти через мост в Луганск и обратно. Но в любой момент боевики снова могут открыть огонь. Правда, местных жителей это не останавливает. Другого пути все равно нет. Поля и проселочные дороги вокруг заминированы. Как-то вы же привыкли, можно сказать, не знаю. Даже час отстреляли, люди все как-то серьезно не воспринимают это. Это, наверное, учение. Понимаешь, что это, конечно, страшно. Спустя несколько часов боевики снова открыли огонь по военным и гражданским.